А ну, а что вы припёрлись? Ну, здравствуйте, раз пришли! Вы на канале этого слабачка-генераля. Меня зовут Волчица против всех. Это Вульф Квест Убить всех Эдишн. Мой друг, не обращай внимания на эту экспрессию, экстравагантность нашей Волчицы против всех. Она сегодня не в духе, потому что я прервал её уединение, её покой. Она снова у нас в кадре, она этого не желает, потому что она бунтует, восстаёт против всех. Мой друг, если ты не знаешь, что это за Волчица и что тут происходит, что это за история, то можешь ознакомиться с соответствующей серией номер 28. Что это у нас за Волчица и чего она у нас до этого добивалась? Она добивалась, она того, что её партнёр бросил, то есть она специально заставила партнёра бросить себя. Вот такая у нас коварная женщина, вот такая у нас коварная пиковая дама. И прошу прощения за задержку с сериями, потому что, мой друг, потому что я долго, очень долго решался и собирался с силами и решимостью продолжать дальше. И вы всё правильно догадались, многие из вас в комментариях и в Телеграме я видел обсуждение. И да, вы абсолютно правы. Потому что мне предстоит получение того, чего я не хотел бы делать и не хотел бы, наверное, даже получать. Во мне все эти дни боролось две сущности. Одна перфекционист, который требовал, блин, ну надо игру пройти на сто процентов, нужно получить все достижения. А вторая сущность противилась, упиралась всеми руками и ногами против этого. Потому что, сам посуди, что нам предстоит? Мы почти все достижения получили, осталось просто какие-то единицы достижений, таких как убить волчонка. Волчонок должен умереть от голода. Убить волчонка. Волчонок должен потеряться, заблудиться, никогда не вернуться. Убить партнёра. Партнёр должен умереть, защищая волчат. Дорастить волчат в одиночку соло с момента старта путешествия на летнюю стоянку. То есть до 15 фунтов, я так понимаю, нужно избавиться будет от партнёра и дорастить потом в одиночку волчат. То есть это продолжение предыдущего достижения. Также есть ещё дальнейшее продолжение этой же истории убийства партнёра. Это найти нового партнёра, соответствующее скрытое достижение. И ещё одно скрытое достижение не повышать возраст трижды. И, собственно, на этих вкладках, за исключением вот этой вот ачивки, это про лося Флоппи. Мой друг, это будет коротенькая, забавная, очень весёлая серия. Мне самому хочется взглянуть, я никогда этого Флоппи не видел. А все остальные достижения я получил, кроме вот этих вышеобозначенных на убийство волчат, на убийство партнёров. И ещё осталось у нас в мультиплеере две буквально ачивки. Это захватить 15 клеток на аметисте, удерживая в течение четырёх дней. И выполнить взращение волчат в мультиплеере на средней или тяжёлой сложности без режима ускорения времени. То есть с нормальным течением времени, как в одиночной игре. А все остальные достижения, мой друг, мы уже получили, кроме вот этих вот негативных на убийство волчат. И я просто не могу решиться на то, чтобы этим заниматься. Поэтому весь груз ответственности за это ляжет на нашу вот эту вот коварную и подлую волчицу против всех. Потому что я не могу на себя это взять. Пусть она возьмёт себе этот грех на душу. А по-другому я не могу, мой друг. У меня рука не поднимется. Ха, они там планы обсуждают, строят насчёт меня за спиной. Как они меня будут использовать. Ха, не ту волчицу вы нашли. Я волчица против всех. Я против всех планов. Я иду против всех устоев. И вообще я хочу, чтобы вы, чтобы вы презирали меня. Я хочу, чтобы вы ненавидели меня. Потому что, потому что я питаюсь людской ненавистью. Ой, смотри-ка, дружок. Дружок, который меня покинул. А почему ты больше не хочешь быть моим партнёром? Ты запомнил, да? Ты запомнил мою натуру? И не хочешь второй раз попасться на ту же самую удочку? Какой ты противный. Какой ты противный. Мой друг нашёл того же партнёра, который уже бросал волчицу против всех. Она заставила его бросить себя. И всё, вот нельзя с ним. Нельзя с ним повторно закрутить роман. Блин, а хотелось бы. Хотелось бы. Но нельзя, к сожалению, повторно с ним начать отношения. Очень, 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 очень жаль. Очень жаль, дружок. Что ты, что ты в очередной раз не будешь обманут волчицей против всех. Какой умный волк. Избежит. Избежит плохой судьбы. Повезло ему. Вот он самый лучший мой партнёр. Вот самый блестящий, самый подходящий мне кандидат. Я не буду устраивать ваши там эти дурацкие голосования. Меня он более чем устраивает. Ты посмотри только на его параметры. Ты посмотри, какой он прекрасный, изумительный. Это самый лучший партнёр. Мне другого и не нужно. Всё равно я его... Убью. Ох. Если бы он только знал, какая судьба его ждёт. Что его ожидает? Наивный дурачок. Я не буду следовать общепризнанным правилам. Общепризнанным устоям. Поэтому меня более чем устроит партнёр с одной звездой. Я вообще хотел, чтобы у меня партнёр был без звёзд. И чтобы у нас детей даже не было. Потому что я... Я не хочу. Я не хочу детей. Я намерен опойти против всех правил и устоев. Я буду нарушать их все. Но самое главное... Меня интересует лишь вопрос. Достаточно ли храбрый мой партнёр, чтобы нарушать все правила? Давай кусай. Давай кусай, глупец. Ты должен укусить оленя. Да. Он достаточно, мне кажется, храбрым. Давай кусай. Кусай без меня. Да, он кусает, несмотря на то, что его бьёт олениха. И продолжает кусать. Да. Ты меня более чем устраиваешь, партнёр. Это именно то, что мне и нужно. Ты мне абсолютно подходишь. Я рада, что у меня такой храбрый партнёр. Он мне обеспечит мой хитрый план. Выполнение его с нарушением всех на свете устоев и законов. Я намерена нарушить просто... Просто всё. Ну вот я и закончила очаровывать, околдовывать его своими околдовскими чарами. Теперь он мой. Теперь я могу вытворять с ним всё, что захочу. Давай мы ему дадим имя, назовём его... Несчастный. Потому что он будет одной из моих несчастных жертв. Мне даже немножко его жаль. Нет, конечно, я смеюсь. Мне ни капельки его не жаль. Да, жерточка моя несчастная. Ты же не знаешь, что тебя ожидает впереди, мой красавчик. Отправляемся на топки ручей на звёздочку. Стаю я назову своим, своим гордым именем. Ну а что? Моё имя недостаточно гордое? Я считаю моё имя слишком гордое для того, чтобы называть им эту никчёмную стаю. Но всё же назову именно им. Ох, боже, сейчас мне нужно выбрать ещё логово. Как я ненавижу этот мир. Как я ненавижу все его законы и правила. Этот мир... Этот мир прогнил. Прогнил. Я ненавижу его. Я хочу нарушать всё. Но вынужден следовать. Некоторым из правил этого мира для того, чтобы нарушить все остальные. Боже, как я всё это ненавижу. Как я устал от всего этого. Я назову логово Могильник. Мне кажется, это самое подходящее будет название для него. Я буду нарушать. Нарушать всё. Вот сейчас я начну нарушать все правила. Потому что я не буду. Я не буду увеличивать возраст. Себе. Потому что хочу остаться. Вечно молодой. Вечно красивой. Прекрасной. Обаятельной волчицей. Жизнерадостной. С улыбочкой. Нарушать всё. Поэтому я останусь на прежнем возрасте. Но параметры, пожалуй, наверное, выберу. Возможно, они мне всё-таки даруются игрой. Я очень сильно сомневаюсь в этом. Ну, проверим. Остаюсь на том же возрасте. Пусть мой партнёр, если хочет, переходит дальше. Увеличивает свой возраст. А я буду оставаться молодой. Я не хочу. Нет? Да? Уверена? Я не хочу. Я буду нарушать все правила. О, боже. Эти мерзкие выродки. Целых два. Боже, как я ненавижу детей. Как я их ненавижу. Как я ненавижу всё вокруг. Я, в отличие от этого вашего бездарного, глупого генераля, не буду, простите вас, предлагать имена для этих выродков. Потому что я считаю себя достаточно умной и креативной, чтобы я могла сама придумать им оригинальные имена. Этого выродка мы назовём... Мы не назовём... Недотёпа. Этого выродка мы назовём... Бестолочь. Вот и всё. Прекрасные и оригинальнейшие имена для наших целых двух выродков. Боже, я так устала, пока я... Пока я выбрала логово. Пока дала эти все... Бессмысленные, бестолковые имена. Выполнила все эти необходимые... Дурацкие правила. Пока родила этих... Бессмысленных, бестолковых. Бестолковых этих... Зачем ты кормишь его? Не корми его! Пусть умирает! Не корми его! Отправляйся в логово! Ой, я даже не хочу на них смотреть. Они просто ужасные. Я вообще устала. Я очень сильно устала. Я выполнила... Всё, что... Что я... Чего не могу и отвертеться. Я вынужден это выполнить. Скрипя зубами. Но дальше я вас покидаю. Я оставляю вас на этой прекраснейшей... Идеальнейшей территории. Я думаю, вам будет более чем... Достаточно... Вот этого... Всего. Вот так. В уголке... Этой клеточки. И отправлюсь на свою территорию. У меня есть своя территория. Свои охотничьи угодья. Прекрасная среда обитания. Где я буду обитать. Наслаждаться жизнью. А вы оставайтесь здесь. Всё. Для меня... Период взращивания волчат окончился. Дорогой... Мой несчастный. Ты действительно несчастный. Потому что ты остаёшься здесь. А я ухожу. Прощай. Прекрасно вырастить тебе... Этих... Выродков. Целых двух. А я ухожу. Ухожу на своей охотничьей территории. Улюбоваться прекрасным летним деньком. Дышать воздухом. Прогуливаться. Охотиться на оленей. А вам счастливо оставаться. И давай не увязывайся за мной. Давай не увязывайся за мной. Отправляйся домой. Ты почему пришёл? Отправляйся, да? Отправляйся. Ой. Всё. Я вырастил и волчат. Прекрасно. Всё, я свободна. Я, пожалуй, остановлюсь здесь. Здесь прекрасные виды. Буду любоваться. На луга. На поля. На холмы. На прекрасную природу вокруг. И никаких назойливых детишек. Никакого партнёра назойливого рядом. Никого. Только... Наслаждение. Наслаждение природой. И полной. Полнейшей. Абсолютной свободой. И абсолютно свободная волчица. И мне по кайфу. Мой несчастный кормит недотёпу, бестолочь. Выпустил их из логова. Вот можем иногда поглядывать. Чем он там занимается? Судя по всему, он захватывает ещё территорию. Эта клетка была больше. Более сильной вражеской. Больше там процент был. И, видимо, он захватывает эту клеточку. Ну, собственно, эта клеточка рядом в двух метрах от логова. Что более чем. Логично. Ну что ж, посмотрим. Понаблюдаем, как он справится со своей тяжёлой ношей. Сможет ли он их дорастить сам. До конца. Пока я буду просто... Просто свободно. И делать всё, что захочу. Перка, кстати, не дали. Обидно. Жалко. И партнёр возраст тоже свой не увеличил. Так же, как и я. Мы оба остались молодыми. А жаль. Лучше бы он старился. А молодой оставалась только я. В тишине. Никто не беспокоит. На солнышке. Отдыхаю. Весь день проспала... Ой, боже. Снег. Не люблю снег. Не люблю холод. Хочу, чтобы было солнечно и светло и тёплышко. Чтобы я ещё больше улыбалась и радовалась тому, какая я свободная волчица. Какая классная. Ты, наверное, наверняка мне завидуешь. Даже ты не так свободен, как я. Потому что я абсолютно свободна. А вы нет. Завидуйте. Завидуйте мне. Да. Моей прекрасной свободной, беззаботной жизни. Что делает мой несчастный? А мой несчастный уже не сможет кормить детей. Уже всё. Уже не сможет. По-прежнему они вне логова обитают. Пока я спала, вражеские волки начали захватывать сильнее клетки около их логова. Я, кстати, их подвожу, когда спать ложусь. Потому что я же ложусь спать. Наверняка и они там ложатся спать, да? Таким образом, даже будучи далеко, я всё равно своими кознями манипуляциями ухудшаю их состояние. Да. Какая я коварная. Даже если мой партнёр сейчас захочет пойти захватывать территории или пойти на охоту, я могу просто лечь спать. И всё. И они тоже лягут спать. И ничего не сделают. И никак не сможет мой несчастный суженный исправить ситуацию. А тем временем, пока я спала и спала, я немножко проголодалась. Наверное, наверное, схожу на охоту, покушаю. Несчастный, у тебя есть шанс. Я не буду сейчас спать, а пойду на охоту. У тебя есть тоже шанс, если ты достаточно сообразительный, воспользоваться этой передышкой и тоже отправиться на охоту и попробовать попытаться как-то спасти ситуацию. Давай посмотрим, что у тебя без этого выйдет. Только вот куда ты пойдёшь охотиться? Везде вокруг вражеские территории. На мою территорию чур не заходить. У тебя своя территория, у меня своя. Моя территория, это моя. Ты там находишься с этими выродками на своей. Как хочешь, увеличивай свою в любую сторону, но к моей не двигайся даже. Даже не вздумай. Что ж. Пойдём? Поохотимся? Никто из этих никчёмных волков, волчиц, моих предшественниц, моих предшественников не охотился в одиночку на топком ручье на данном этапе. И несмотря на то, что я так же железная волчица, и разумеется, сложность так же максимальная. Ой, какая незадача, у меня выключена перманентная смерть партнёра? Ой, как хорошо, что я это заметила. Конечно же, должна быть включена. Сложность переключить нельзя. Ой, как хорошо, что можно переключить перманентную смерть партнёра. Боже, как хорошо, что я заметила это. А почему у меня было отключено? Не знаю. Теперь включено. Теперь мы играем по-настоящему, по-крупному на смерть нашего партнёра. Так вот, никакая из моих предшественниц-пришественников этих никчёмных, никудышных волков не охотился самостоятельно. А я волчица против всех. Это сделаю, несмотря ни на что. Потому что, потому что я ношу самое гордое имя. Меня зовут против всех долбанной кусты. Не давали всё показать моё прекрасное личико. Вот так легко и просто. Что-то как-то у ленихи было слишком мало. Даже как-то неинтересно. Было бы побольше жизни. Было бы даже более интересно это. А что тем временем делает мой никудышный несчастный партнёр? Сидит голодный в логове сам, вероятно, да, сидит в логове. Клетки даже не захватывает вражеские. И его клетка просаживается. У меня клетки мои лучше, чем его. Маленькая территория даже за ней не может поухаживать. Боже, какой же он никчёмный. В то время, как они все голодают там, я просто пирую. У меня просто пир на весь мир. Весь олень мой. И только мой. И никому больше не достанется, кроме меня. Какая я счастливая. Какая я свободная. Какая я радостная волчица. Завидуй. Завидуй мне. Ты раб системы. А я буду нарушать всё. А тем временем, пока я сплю на еде... Ой, боже. Недолго мне осталось спать на еде. Пришли долбанные медведи прогонять меня с моей еды. Но я ещё вернусь, мишка. Просто пир во время чумы. Я же говорила, что я вернусь на свою гору еды. А вместе со своими подружками чёрными воронами мы здесь сидим, наслаждаемся жизнью, едим досыто, спим, отдыхаем, ничем не занимаемся, ничего не делаем, ни работы, ни обязанностей, ничего. Да, моя подружка ворона, она меня прекрасно понимает. Они такие же беззаботные, эти вороны, как и я. Я наелась досыто. И теперь прилягу. Прилягу спать, отдыхать и любоваться тем, как они все там умирают от голода. Как же им плохо. Как же радостно мне. Как же мне тепло на душе от этого, когда им всем плохо. Как думаешь, это будет последний мой сон для них? Или они ещё немножко протянут? Давай посмотрим, что из этого получится. Ну, сейчас один из них покинет этот мир по нулю процентов у них сытости и жизнь началась просто стремительно у них улетучиваться. Но нет, полного сна моего не хватило. Ещё чуть-чуть, ещё немножко. Ещё поспим немного на горе мяса, еды, наблюдая за тем, как умирают остальные от голода. Это же прекрасно. Один умер. Достижение получено. Голод забрал волчонка. Плохой родитель. Да за меня вообще никакой родитель. Просто никудышный родитель. И я рада, потому что я такой родитель. Game over. Игра закончена. Все дети умерли. И и и что? Что игра мне предлагает? Продолжить игру. Не могу продолжить игру. Не могу сделать ничего. Могу выйти наверное в главное меню. Загрузить могу. Загрузить нечего. Сохранение удалилось. В смысле я проиграла что ли? Я умерла? Нет, я же не умерла. Я жива. Все прекрасно. Мой партюр наверное мы жив. Я понимаю нужно запустить вероятно новую игру. То есть мы прошли год. Да? Я так понимаю мы прошли год. И так же как в случае выращивания волчат на железном волке также удаляется в конце сохранения и потом нужно запустить год заново. Что же давай попробуем. Ну нет. Я жива. Я жива всем на зависть. Я не умерла. все прекрасно со мной. Так что можете не радоваться. Мы справляемся дальше. Туда же продолжать то же самое. Партер мой жив. К сожалению выберем ему разумеется перманентную смерть максимальную сложность и продолжаем. Я должна копать эту бессмысленную бестолковую нору. Давать ей бессмысленное абсолютно название. Я не знаю. пусть просто будет пустое название. Просто назову эту нору, это логово пустое. Такое же пустое, как мое сердце. Такое же пустое и холодное. И разумеется, я также не буду увеличивать свой возраст. А поскольку не хочу, я хочу оставаться вечно молодой и прекрасной. Поэтому остаюсь в том же прекрасном возрасте. О боже, на этот раз целых три выродка родилось. Сейчас им дадим какие-нибудь оригинальные имена. Назовем тебя Мямля, тебя Хлюпик, Мямля, Хлюпик и Губашлеп. Вот такие оригинальные прекрасные имена для этих никчемных созданий, которые лучше бы не появлялись на этот свет. И в этом году и в этот раз я не буду к вам столь благосклонно, так добра, как я была добра к ним в прошлый год, я давала им шанс. В этом году я не дам вам никакого шанса. Я лишу вас последнего оплота, последней надежды на выживание. Я лишу вас вашего логова. Что ты на меня смотришь, никчемнейшее создание? Делайте, что хотите. несчастные. Хочешь, можешь идти за мной. Хочешь, оставайся с ними. На этот раз я не запрещаю тебе делать все, что угодно, все, что ты захочешь. Как посчитаешь нужным? Если посчитаешь нужным, что стоит их бросить и пойти за мной и насладиться свободой вместе со мной, то можно так сделать. Долбаный олень испортил такой момент прощания с ними. Что ж, он остался с ними, он выбрал их, мне, он променял меня на их. Ну что ж, посмотрим, чего они добьются вместе и без логова. А я отправлюсь гулять и наслаждаться жизнью, как и раньше, как и всегда. Пока я нежусь в тени этой сосны на теплом песочке в такой прекрасный чудесный день у воды, просто наслаждение, а что делают там мои? Мои, мои кормятся, мои обитают, обитают на том же самом месте, где мы их бросили, где мы их оставили, остаются там у покинутого, у покинутого, заброшенного, пустого, действительно уже пустого логова, долбанный олень нанес мне травму моей прекрасной, прекрасной челюсти. Теперь улыбка у меня будет не такая радостная, немножко омрачена будет травмой. Ну что ж, давай ляжем спать, посмотрим, что будет с нашими несчастными и покинутыми, заброшенными. Ну смотри-ка, они остаются вместе, они остаются рядом. И ничего с ними не случается, просто удивительно, и сближенность не падает. Так неинтересно, так неинтересно, я могу сделать все для них гораздо веселее, и гораздо интереснее. Такая я коварная, я могу позвать самца этого несчастного олуха к себе и посмотрим, что будет. Так же он останется с ними или покинет все-таки, отправится на мой зов своей любимой. Как я его колдовала, как я его обворожила, как я им управляю. Ну что ж, давай позовем его. Отправляйся ко мне, мой дорогой, иди сюда. Оставь их, это пустое, оставь тут пустое логово, оставь этих пустых бездарных созданий. Иди ко мне, давай отправимся на следующий, на следующий год жизни нашей прекрасной и беззаботной. Ты смотри-ка, он их спрятал, он их спрятал в траву, прежде чем отправиться ко мне. Ты смотри, какой он умный, только он одно не учел. Сейчас при игре без логова, а стрелочка очень-очень высоко зашкаливает. И сближенность совсем немножко упадет. Меньше 90% собственно ей тут чуть остается до этого, до этой величины. И все. Им же не важно, что он их спрятал. Они покинут убежище. Ну, а собственно к дальнейшему судьбу их посмотрим, какая их постигнет, когда они покинут убежище. Мой олух ко мне несется, да? Мой олух уже почти прибежал ко мне где-то уже поблизости. Пока что не вижу еще его. А вот уже и Ник появился его. Давай, давай, добирайся ко мне. Посмотрим на развязку этой истории забавной, интересной. Что же будет дальше? Представляешь, игра меня разбудила, нарушила мой сон какой-то мелочью тем, что эти эти никчемные мямли, хлюпики, губошлепы могут покинуть свое убежище. Пусть покидают. Да я даже не могу лечь спать, потому что они в опасности. Ну как так? А что мне делать? Я не могу лечь спать. Я жму лечь спать, ничего не происходит. Что нам делать? Я не могу спать. Что мы будем делать? Чем будем заниматься с тобой? Несчастный ты мой. Ты все-таки пришел ко мне, да? Какой же ты красавчик, а? Ох, знал бы ты, что ожидает тебя на следующий год, мой красавчик. Что только тебя ждет на следующий год, потому что следующий год будет посвящен уже всецело тебе, да? В следующем году мы займемся исключительно тобой, мой дружок. Будет интересно. Будет очень интересно и забавно. Ну что ж, я не могу ничего делать, кроме как просто ждать развязки, я не могу ускорить время. Поэтому будем просто ждать. Чем же это закончится? Ты, наверное, там меня считаешь чудовищем, да? А знаешь, что я тебе отвечу? это не я чудовище. Чудовище вы. Я, волчица против всех, считаю вас чудовищами, потому что вы сделали меня такой. В том самом судьбоносном голосовании вы выбрали эту мерзкую мертвячку. Вы отдали ей все лавры славы, а их хотела я. И что мне оставалось после этого делать? Я стала тем, кем я стала благодаря вам. Это вы сделали меня такой, потому что вы могли выбрать меня, но этого не сделали. И что мне оставалось? Только оставалось пойти против всего этого, против мира, который меня предал, который не дал мне то, чего я так хотела, о чем я так мечтала. Поэтому вы виноваты в том, кем я стала и какая я есть. Ну и еще этот сволочь. генераль. Это самое скучное, бессмысленное, чем я вообще занималась, когда бы то ни было. Если бы я знала, что это будет так долго и так скучно, я бы поступила по-другому. Наверное, и следует поступить по-другому, потому что слишком затянулась эта шутка уже. Ну это уже даже не шутка, даже не смешно. Уже сближенность 30%. Еще и ваш бездарный генераль всегда волновался о сближенности, когда он уходил под стрелку. Оказывается, в этом нет никакого риска. А, нет, риск есть. Губошлеп покинул высокую траву. Он теперь самый, что ни на есть, настоящий опасности на 32% сближенности при учете того, что стрелка на 90% находится сейчас. Вот только покинул. Ну что ж, давай проследим уже, ладно. Я хотел выдвинуться и сам сделать все, что нужно, раз они не хотят покидать траву. Вот и мямля покинула. Ну нет, дети сами справились. Ну мне легче. И хлюпик. И все покинули траву. И что они делают? Вероятно бродят вне травы. Они не потерялись, не заблудились. Все у них хорошо. Пока что. Пока что у них все прекрасно. Несчастный находится со мной. Его следующий год ждет действительно несчастный и полный и полный приключений трагических весьма для него. Но это будет только в следующем году. А в этом году мы должны закончить еще с этими отродьями и уже наконец-то отправиться дальше. Ну что дальше будет происходить? Ничего не происходит же. Они покинули траву и дальше что? И все. Ой, как это утомительно. Я не могу ускорить время. Не могу лечь спать. Уже гроза закончилась прошла а ничего не поменялось. С ними ничего не происходит. У них все прекрасно. Да они я вангую от голода раньше умрут, чем потеряются. А я именно этого хочу добиться, если ты еще не понял, чтобы они потерялись. Но почему-то не получается. Почему-то не получается, почему-то игра бережет их, дает им просто пропасть. Удивительно. Буду ждать дальше. Отвратительно, что не могу ускорить время. Просто отвратительно. Посмотри же, как мило. Они воют. Они воют. На компасе появляются их мордочки желтые. Они воют и вопрошают. А где вы все подевались? Где вы пропали наши родители? Они уже потерялись. Двое потерялись, вот поэтому и воют, вероятно. Просят, чтобы мы их нашли. А почему повещений никаких не было? Не было никаких оповещений, что они потерялись. Они потерялись и воют. И воют. Просят о помощи. Как думаешь, мы им поможем? А? Ну нет, конечно. Что за глупости? Еще буду я утомляться, бегать там, искать этих недоносков. Где-то по траве, там, где-нибудь там бегают. Вообще все равно мне на их судьбу. Почему больше не воете? Воете! Воете еще! Хотя я и не слышу вас из-за большой дальности, но вы все равно будете радовать мой слух своим протяжным плачем. Мямли еще не потерялся почему-то. Почему-то еще не потерялся. А если я сам повою? А если я сама повою? Они тоже повоют, ответят мне. Да! Они слышат меня! Они слышат меня! Может быть они даже идут на мой вой? Кстати они отдалились от логова. Возможно действительно они идут двигаются ко мне. Давайте двигайтесь ко мне! Посмотрим может вы этот шанс используете двойным воем по вою? Они явно двигаются ко мне в мою сторону. По крайней мере это лапка мямли подсвечивается. последнего непотерявшегося. Давай-давай несчастный и ты вой и я буду выть. Давай пусть идут сами к нам. Чего будем ходить за ними? Если хотят жить сами придут сюда к нам. Видишь там набывают мордочек сколько сколько? Уже наверное все трое потерялись. Нет по прежнему один еще держится и не потерялся. Какой же ваш этот генераль полный балбес всегда так боялся переживал за детей они потерялись нужно срочно найти да это очень долгое скучное занятие можно искать их полчаса они все не потеряются сколько они уже потеряны уже больше минут пяти они потеряны все там воют все там кричат все последний ребенок двигается да все никак не дойдет до нас как ощущение он там упал без сил что вполне возможно да точно они устали вот почему ребенок прекратил движение вот как я правильно догадалась он устал прошел лишь пол клетки еще чуть больше половины клетки оставалось и не сумел устал упал сейчас тоже потеряется придется ждать полчаса пока он там окончательно потеряется так чтобы с концами чтобы дали за это достижение это уже наконец оказывается это вообще опасность никакая не опасность вы зря переживали ой ты божечки да вы посмотрите только кого я вижу какими судьбами какими силами это существо ползет к нам всю ночь просидела это было очень долго и утомительно не меньше минут двадцати ночь закончилась дождь прошел уже снег начался начинает горизонт озаряться первыми лучами солнца сближенность ноль бодрость волчат ноль бодрость волков ноль все по нулям а мямля каким-то непостижимым образом изо всех сил к нам двигается ползет вот это стремление к жизни вот это воля к жизни даже меня это меня волчица против всех это это тронуло вот это стремление давай повою давай повоем несчастный мой чтобы она знала куда ей ползти как думаешь доползет волчунок умер губа шлеп потерялся заблудился и пропал волчунок потерялся и никогда не вернется назад почеренный в диких дебрях достижение получено прекрасно следующий на очереди у нас хлюпик а мямля сначала показалась и куда-то пропала или она пропала она потерялась нет она не потерялась давай мямля я верю в тебя ты меня поразила своим стремлением к жизни проползла каким-то образом сама по диким землям полторы клетки до нас и добралась таки давай давай повоем иди к нам так уж и быть дадим тебе шанс на жизнь может это стремление к жизни вот это живучесть даже меня тронуло волчицу против всех это потому что это что-то непостижимое потому что мямля так же как и я волчица против всех мямля нарушила все законы все предписания она прошла против всего пошла против этого мира каким-то непостижимым образом пытается добраться до нас и осталось совсем немножко но мы не будем ей помогать она должна она обязана сама пройти этот путь до конца победить всех весь злой рок который против нее давай мямля давай я верю в тебя я помогу тебе я повою чтобы ты знал куда идти тебе еще нужно дойти тебе еще нужно переплыть эту воду воет я даже слышу ее она скулит плачет говорит спасите меня нет ты должна сама мямля мямля ты должна пойти вся в мать я твоя мать я признаю тебя своим ребенком только если ты пройдешь этот путь сама против всех нарушив все законы и доберешься до меня тогда так уж и быть я признаю тебя своим ребенком и даже возможно даже возможно дорощу тебя до конца до финала этого года но ты должна мямля должна сама все сама сделать она двигается двигается это что-то немыслимое это что-то немыслимое ребенок сам прополз без бодрости на нулях без сближенности целых полторы клетки она плачет она скулит мямля взывает ко мне давай давай я вою я вою мое дитя вот ты мое дитя достойная достойная дочка остальные нет только такие дети которые смогут выжить в таких невыносимых условиях только их я признаю своими детьми и дорощу до финала года ну давай мямля ну что ты там заблудилась сейчас потеряешься и пропадешь давай это последний шанс мы даже тебя покормим возможно нам нечем пока кормить ну покормим тебя ладно так уж и быть а может быть она и без кормежки сама выживет до конца года мямля как думаешь пойдет вообще против всех правил и устоев я же против всех я иногда должна даже идти против себя самой видео такое вот неписуемое такое невозможное такое стремление к жизни я пойду даже против себя дам шанс этому несломляемому существу непреклонному дам шанс ему если он дойдет до меня чуть-чуть осталось мямля давай совсем немножко иди сюда иди же к нам оно дам просто э и переви его и